Я поступил в Московский городской университет. Можно сказать, заменил большое количество станков, людей. Мы с нуля начали вот это производство. Они фактически как дети. Которые постоянно что-нибудь срезают, поджигают. Не надо ничего придумывать, все есть в макете. У меня отец художник. И я мог наблюдать искусство не только как зрителя в театре, но и окунуться за кулиси. Он оформлял художественные спектакли, какие-то программы, фестивали. С детства окунулся вот в этот мир. И на самом деле для меня было какое-то вдохновение, когда я это все увидел. Поступил в художественную школу, лицей художественный. То есть я закончил художник по металлу. Мы находимся в мастерских Большого театра. Это мастерские были в 2012 году открыты. Это новые мастерские. Есть старые мастерские, это Петровский переулок в центре рядом с театром. Они сейчас на реконструкции. И вот открылся такой комплекс большой. Этот комплекс рассчитан, чтобы от начала до конца сделать художественный образ спектакля. То есть это от создания чертежей до готового монтажа и отправки на сцену. На данный момент мы находимся в цехе объемных декораций. Это столярный цех. Здесь зашивают металл в сотовый поликарбонат, пластик, фанера. То есть зашивают каким-то материалом. На данный момент, если вы сюда посмотрите, это материал от спектакля «Демон». Это монолитный поликарбонат, он антрацитового цвета. Его вот так вот просто не купить. Это делается на заказ, этот оттенок от 200 листов. Все оформление этого спектакля, оно полностью вот в этом, в черном глянцевом материале. Материал, давайте я вам его покажу. Вот он, вот такой вот как бы весь. На самом деле это вот можно сказать сейчас тренд вообще многих художников. Они этот материал очень часто просто используют в художественном оформлении. Здесь, в общем, смотрите, за этой стенкой есть ЧПУ-станок. Большую часть раскроя для будущих декораций раскроет, как бы вырезает станок, конфигурацию. Производит этот станок. То есть он, можно сказать, заменил большое количество станков, людей. В общем, большое количество, как я сказал, раскроя происходит на этом станке. Это сама столешница, на которую вы кладете заготовку. Это может быть монолитный поликарбонат, фанера, МДФ, ну разные материалы. И вот есть там сменные фрезы, похожие на сверло, если честно. Вот. Оно вставляется в шпиндель, мощную такая, как бы дрель, которая раскручивается до 30 тысяч оборотов. Вот. Ну, в зависимости, какой материал, эта скорость как бы регулируется. И эта фреза уже начинает постепенно входить в материал и вырезать. После того, когда я окончил художественный лицей, я поступил в Московский городской университет на факультет изобразительного искусства и дизайна. В нем было много дисциплин, предметов. Особенно отмечу, которые пригодились потом в дальнейшем работы здесь. Это декоративно-прикладное искусство. Каждые полгода мы занимались каким-то творчеством. Мы резали дерево, керамика, кабелет, батик. Это был, как бы, такой небольшой фундамент, потому что в дальнейшем, ну, я понимал, что заниматься одним видом искусства мне не хочется. Хотелось, как бы, разнообразить. А вот бутафория, она всеобъемлющая. Чем больше, вы знаете, материалов, технологий, тем вам проще, как бы, это изготавливать и применять это в имитации того или иного изделия. После того, как я окончил институт, стал работать педагогом. Это очень интересная, но в то же время сложная профессия. Какое-то время я проработал, пришла повестка, ушел в армию, и там какая-то произошла переоценка. Вообще, чем мне хочется заниматься. Когда я вернулся, у меня отец на то время работал начальником участка в Большом театре, в старых мастерских. И я стал работать в подрядной организации. То есть мы выполняли какие-то сложные там задачи, постановки, которые в какой-то или иной степени не получалось делать, либо просто времени не хватало. И вот мы как на подхвате, наша организация изготавливала для театра эти декорации. Начальник, заведующий по производству, меня заметил. Как-то мы с ним пообщались. И когда вот эти мастерские построились в 2011 году, он меня, я думал, просто возьмет там каким-то бутафором, либо еще что-то, он сказал, давай попробуем тебя сделать заместительным начальника цеха. И вот фактически у нас тут были начальники цеха, пустые стены. И мы с нуля начали вот это производство. Я вот за головой как бы окунулся в это производство. И для меня вот эти вот 10 лет пролетели просто как один день. То есть очень увлекательная и интересная работа. У нас есть несколько площадок, для которых мы делаем декорации. Это основная сцена, новая сцена, Бетховенский зал и театр Покровского. Вот это театр Покровского, ну около, наверное, 5 лет. Мы для него уже делаем декорации, камерный театр небольшой. И вот Аскольдова могила, это вот спектакль именно в театр Покровского пойдет. Это хороший фундамент, педагогическое образование, потому что в рамках того, что я руководитель цеха, мне нужно ставить какие-то задачи работникам. А они фактически как дети, только большие дети. Я использую тоже такие же методические пособия, психологию, то, что нас обучали. То есть это все пригождается. И на практике все равно, конечно, приходилось чему-то заново учиться. То есть не все, конечно, получалось. Объяснял, показывал, разъяснял. То есть вот это тому, что нас и учили в институте. То, что с нуля приходилось, но в любом случае специфика работы такая, то, что всегда надо учиться. То есть я до сих пор даже учу. Наш комплекс, он, можно сказать, уникальный. Вот эта площадка, она нам помогает полностью собрать здесь спектакль. Тут есть штанкеты, которые тоже вот эти вот мягкие декорации можно подвесить, посмотреть. И я вам сразу скажу, вот сколько не собираешь, то сделаешь все вроде четко, точно. Но все равно как бы эта сборка показывает какие-то проблемы, нюансы. И мы их переделываем здесь. То есть это очень такая полезная вещь, когда на сцену приходят фактически без каких-то вот проблем. Это Борис Годунов. На данный момент они пришли на пропитку. У нас есть в Театре специальная служба от МЧС пожарная, которая постоянно что-нибудь срезает, поджигает. Если поддерживается огонь в течение 7 секунд, дальше горит, то эта декорация сразу бракуется и привозится к нам. Мы вот этот вот брусок пропитали противопожарной краской и солью специальными, какими-то полимочевинами или еще что-то. Если честно, это химический уже цех. Он обрабатывает, распрыскивает какое-то вещество, которое как бы не поддерживает огонь, это уже ткань пропитывает. И сильно оно не портит визуально там художественный образ. Я помню, мы отмывку делали, по-моему, с 10-го или с 20-го раза у меня ее приняли. Я уже просто постоянно там отмывки делал, у меня это все бумага просто в дырки превращалась после этих миллион слоев. Но, тем не менее, оно мотивировало аккуратность, дисциплинировало и обучало этим всяким факторам. То есть вообще всеобъемлющие знания давали, которые помогли. Но в то же время я хочу сказать, что работы еще параллельные, тоже какие-то и с отцом помогал, он в театре работал. То есть я потихоньку все равно знакомился с театром и извне, то есть не только в университете. Это бутафорский цех, моя вотчина. Здесь у нас два 3D-принтера. Один побольше у него диапазон метр 50 на 50 сантиметров. Сейчас на Аскольдову могилу мы выращиваем, либо моделируем, как это назвать, некие плошечки, где будет потом красная икра у нас тоже бутафорская находиться. Здесь есть образцы, которые мы изготавливали, какие-то есть, которые нам предоставили другие мастерские, чтобы мы тоже как-то развивались. Художник-постановщик и режиссер, они придумывают спектакль. Какую-то идею, концепцию отдают конструкторам. Конструкторы по габаритным их чертежам там еще что-то делают уже чертежи в производство. Поступив эти чертежи, они попадают, предположим, если это объемные декорации, в слесарный цех. Они варят из металла эти декорации. После этого они могут обшиваться каким-то материалом. Сотовый поликарбонат, фанера, монолитный пластик. Разные материалы. Столярный цех их обшил. И бутафорский цех начинает их оклеивать. Мы их оклеивали и создаем эту всю фактуру, текстуру, расписываем эти декорации. Это примерно обычная декорация, как изготавливается. Художник бутафор, какие у него обязанности? По идее, это лепка малых форм, роспись. У нас принято называть художника бутафор, но у нас уже помимо художника бутафора, это и операторы на ЧПУ станках, которые делают, на 3D-принтерах. Мы стараемся эти технологии усложнить и механизировать это производство. Вы находитесь в живописно-декорационном цехе. Здесь расписываются мягкие декорации. На данный момент это спектакль Аскольдова могила. Это полотно изначально без цвета распечатано просто на плотере. Это принтер большой, около 5 метров. И художники уже вскрывают живопись здесь. Также есть мягкое, которое расписывают. То есть это Ромео и Джульетта, задники, которые их повторяют. Мне довелось вообще с многими художниками работать. Вот Левенталь, очень известный художник, постановщик. С ним было интересно работать в том плане, что когда он сдавал макет, ничего не нужно было больше придумывать. То есть он сдавал макет, и какие-то, если у него вопросы задавали, или еще что-то, он говорил, не надо ничего придумывать, все есть в макете. Это удивительный на самом деле человек. Но в то же время у нас все художники на данный момент приглашенные. Это Адома Ситцовскиас, потом Стефан Пода, то, что мы делали. То есть все такие известные художники, постановщики, Зиновый и Марголин, с ними поработали. У каждого своя концепция, свои требования, свои задачи. Но зачастую это всегда какие-то такие жесткие требования, чтобы именно художественный образ был именно в их стиле, в их задачах выполнен. Все зависит только от вас. Нету вообще несбыточных каких-то таких мечт. Поэтому дерзайте, изучайте, смотрите. Но в то же время неугасающего оптимизма вам энергии, сил, творчества. И любите искусство, театр.